Севастополь – единственный город федерального значения, где еще не создана общественная палата. В России этот орган способствует обратной связи с властью и помогает отстаивать интересы людей. Чтобы исправить это упущение и обсудить возможность создания общественной палаты, в Севастополь приехали представители из Москвы. Мы соберем и те пожелания к нашей общественной палате Российской Федерации, к правительству Российской Федерации, к Государственной Думе. Мы пообщаемся с общественностью, нам нужна обратная связь с общественными организациями, с авторитетными людьми в городе. Я считаю, что это поможет более быстрой адаптации, вхождению и решению многих проблем. Пока Севастополь был в составе Украины, к мнению общественности не прислушивались. Спорт, здравоохранение и образование почти не развивались. Теперь, говорят представители городских общественных организаций, появился реальный шанс быть услышанными. И самим изменить жизнь к лучшему. В состав городской общественной палаты войдут 40 человек. Избирать их будут с учетом общественного мнения. В Российской Федерации несколько принципов формирования общественных палат. Участвуют органы законодательной власти, исполнительный, губернатор, органы местного самоправления, общественность. Бывает, когда формируются общественные палаты путем интернет-голосования. Поэтому, я думаю, что форма останется на усмотрение местной власти. От общественной палаты Севастополя сберут одного представителя, который будет защищать интересы горожан в общественной палате России. Пока же идут подготовительные работы. Но представители общественных организаций города уже сейчас готовят на рассмотрение свои предложения по созданию гражданского общества в Севастополе. Александр Череменов, например, считает, что нужно возродить военно-патриотическое воспитание детей, проводить открытые уроки, экскурсии. Для чего это нужно? Для того, чтобы у нас не было повторения той ситуации, которая была в Украине, которая, к сожалению, зреет в России, в принципе. То есть, молодежь растет нигилистической, растет эгоистичной. У нас припираются наши богатейшие культурные традиции города. То есть, с этим надо как-то бороться, надо что-то в этом направлении делать. То есть, у нас богатейшая история. Это все нужно додосить до молодежи, чтобы молодежь оторвать от улицы, дать им какую-то цель в жизни, дать им ориентиры для их воспитания, для их роста. До конца недели члены общественной палаты России проведут встречи и консультации с ведущими экспертами и общественными деятелями города. Надеются, что в Севастополе общественная палата появится уже в следующем году. Елена Антонова, Дмитрий Лилека, СЕВ, Информбюро.